Дарья Погребенко отрабатывает алгоритм введения внутривенного лекарственного средства пациенту. В кабинете технологии оказания медицинских услуг студенты на практике изучают работу аппаратной и процедурной медсестры, тренируются делать инъекции, ухаживать за больным. Дарья учится в колледже уже третий год и настолько сильно прикипела душой к этому месту, что называет его вторым домом. Очень быстро освоилась, очень быстро привыкла, потому что, опять же, доброжелательные отношения преподавателей, группы. И в целом такая домашняя атмосфера, я бы сказала. То есть действительно приятно и хочется сюда приходить, и на учебу хочется приходить, несмотря на то, что иногда бывает сложно от больших объемов информации, от все-таки достаточно сложного обучения в плане медицины. Но хочется приходить сюда снова и снова. Помимо лекций и семинаров, ребята вовлечены и в общественную деятельность. Колледж дает учащимся дополнительные возможности для развития. В нем есть студенческое объединение ВИТО, активисты которого принимают участие в городских мероприятиях. Не остаются ребята и в стороне от добрых дел. Многие состоят в волонтерском отраде МИК, которое расшифровывается как «милосердие и гуманизм». В период пандемии мы приходили в поликлиники и занимались волонтерской деятельностью. Она заключалась в том, что мы сидели в регистратуре, отвечали на звонки, также занимались медицинской документацией. Помимо этого мы помогали людям, сидящим на карантине. То есть наши студенты разносили продукты, когда еще невозможно было выходить, и карантин был дольше. Первый день весны для Саровского медицинского колледжа – дата особая. В 1959 году по инициативе Владимира Кузьмичева в нашем городе была организована трехгодичная вечерняя медицинская школа. Тогда медсанотдел испытывал острую нужду в средних медицинских кадрах. Занятия в школе врачи вели на общественных началах. В 1962 году приказом министра здравоохранения от 1 марта при медсанотделе было открыто дневное медицинское училище с ежегодным набором 50 человек. Так началась летопись этого уникального места закрытого города. За время нашего существования мы подготовили более 7 тысяч специалистов, медиков по специальности сестринское дело и лечебное дело. Наши специалисты, наши выпускники трудятся как в клинической больнице 50, так и за пределами нашего города. Возглавляют ФМБА России, то есть заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Владимировна Якулева. Это тоже наши выпускницы. В связи с эпид-обстановкой большинство юбилейных мероприятий медицинского колледжа проходят в формате онлайн. В соцсетях проводят виртуальную историческую экскурсию, медучилище, летопись поколений по воспоминаниям выпускников, преподавателей, сотрудников и всех, кто имел отношение к медицинскому колледжу. Свои воспоминания о кузнице медицинских кадров закрытого города можно направить заместителю директора по воспитательной работе Ксении Козловой на электронную почту ksения.kozlowa.79-mail.ru Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.